Всем привет! Мы расскажем вам самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки смотрите ниже, в описании к видео. Иван Барзиков расстался с Машей Тулеевой и неожиданно переключил внимание на Марину Африкантову. Парень уже устроил ей первое свидание. Он пригласил Марину к бассейну, где они лежали на шезлонгах, занимались йогой и делали массаж друг к другу. Андрей Чуев наблюдал за всем этим из-за угла, но реагировал спокойно, без крика. Фанаты недоумевают. Многие уверены, что Иван проявляет симпатию к Марине по просьбе организаторов. А может быть, это сценарий самого Чуева. И в искреннюю симпатию Барзикова к Африкантовой никто не верит. Лена Серебрич, которая приходила к Венцу Вингржановскому и не нашла с ним общий язык, покинула проект. Она написала, «Мне некомфортно находиться здесь, не мое это место. Могу вам сказать одно, в моей личной жизни все хорошо». Также девушка приглашает всех смотреть «Супермодель по-украински 3» с ее участием. Закончился первый этап вокального конкурса «Человек года-2016». Каждый участник должен был исполнить по одному куплету и припев песни. Причем выступающему всячески мешали. Первая выступала Рапунцель, ей намекнули, что обрежут ее волосы. Девушка испугалась, но пела. Руслану Мишину обсыпали мукой. Элу Суханову опрыскали баллончиком с краской. Саша Гозиас получила лягушек в декольте. На конкурсе была гостья, февица Клава Кока. На острове обливали водой ребят и тоже чем-то мазали. Кристина Лисковец, увидев, что работник подходит сзади с водяным ружьем, испугалась и отказалась петь. Она отдала свой голос за Федю Стрелкова. Андрей Чуев тоже свой голос отдал за Марину Африкантову. Смотрите первый этап конкурса в ближайших эфирах. Это будет очень интересное зрелище. Ну а на втором этапе оставшиеся в результате голосования 20 человек будут исполнять песни в стиле шансон. Мы уже рассказывали, что Оля Райская предлагала Оле Рапунцель 150 тысяч рублей. Лишь бы та отстала от Димы Дмитренко. Но данных средств оказалось недостаточно для Рапунцель. Она отказалась от предложения. Как стало известно, у Райской нет этих денег. Она намеревалась занять их у Саши Харитоновой. Организаторы проекта намекают, что скоро на Дом-2 может вернуться Николай Барановский, бывший парень Ольги Рапунцель. Он хочет вновь завоевать Олю. Ну а пока у Димы Дмитренко нет конкурентов. Он признается в любви Коле. Я тебя люблю настолько сильно и крепко, что едет крыша. Мне с тобой бесконечно хорошо, даже когда мы ругаемся. Ты все равно самая родная. Я готов ради тебя на все. Татьяну Владимировну Африкантову посетили мысли о том, что ей пора покидать телепроект. Она расстроена, что ее дочь вновь поддается на уговоры Андрея Чуева и вот-вот его простит. Женщина осознала, что уже никто не может переубедить Марину и таким образом теряется весь смысл ее нахождения на шоу. Ведь она приехала для того, чтобы уберечь дочь от этого человека. Ну а решится ли она на этот поступок, узнаем из эфиров. Девушка Андрея Черкасова Стелла Мунасыпова ответила на некоторые вопросы подписчиков. На вопрос, с кем она сейчас общается на поляне, Стелла сказала, что со всеми участниками находится в хороших отношениях, но больше всех она симпатизирует с Сашей Гозиас и Лене Босс. На вопрос, как Стелла поступит, если у нее не получится с Андреем, девушка ответила, я покину телепроект. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки имеются в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok